И снова здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, любители компьютерных игр, мы продолжаем свое путешествие на Тропико. И в прошлой серии мы попали в прошлое. И начинаем все сначала. Теперь это мы ученые, наученные горьким опытом. И мы знаем, что нас ждет. Кораблик прибыл, привез нам 13 мигрантов. Причем я в прошлой серии так стартанул, нехило, что попал аж в минус. Да, еще библиотеку снес по дурости. Думал, что за нее мне хоть что-нибудь компенсирует, но не тут-то было. Так, шахты, почему вы так хреново работаете? Здесь работают, в принципе, отлично. Денег поднимать не будем. Есть у них селекция. Так, Кораблик экспортировал тропиканские товары на сумму 206. Надо увеличивать экспорт. Я построил здесь дополнительный лагерь лесорубов. Мы таким образом можем за два раза экспортировать дерево, которое нужно короне. Кто-то украл мою рукопись и издал ее под псевдонимом. Это была автобиографическая история о двух мужчинах, живущих на горе и дружащих крепкой мужской дружбой. Окей, ладно. Это мы знаем про Горбатую гору. Ранчо теперь открылись. Так, лесопилку давайте. Лесопилку, военный форт и бригадиры в таком порядке. Открылись раньше. Не знаю, хватит ли нам денег на ранчо. Хватит. Давайте-ка возьмем. И сделаем там крупный рогатый скот. Да. Да, детка, да. Блин, куда же тебя запихать-то? Здесь вроде неплохо себя будет чувствовать крупный рогатый скот. Я думаю, нам хватит денег еще на одно ранчо. И здесь мы будем делать шерсть, наверное. Так, здесь хреновое место для шерсти. Вот здесь вроде неплохое. Или даже вот здесь где-нибудь. Вместо библиотеки. Бабах. Кому нужны эти библиотеки? Ко? Так, а здесь что у нас будет? Так, подождите. А раньше мы уже не можем, да, взять? Иначе уйдем в минус за 10 тысяч. Но зато мы сейчас сможем экспортировать молоко и шерсть. Думаю, еще небольшая будет прибавка в бюджет. Да, я, видимо, зря поставил вторую контору дальнобойщиков и вторую контору строителей. Деньги улетели просто в трубу. Но зато они быстро все строят. Да? Вы же быстро все строите. О, как быстро строят. Сколько? На 75% построили. О, отлично, молодцы. Минус 9999. Зато красиво. Минус 10 тысяч. Сумма 9999 мне нравилась больше. Опять здесь никто не работает. Ладно, наверное, еще просто не туда устроились. Люди не успели. Интересно, что будет, когда мы вернемся, то есть в наше собственное время. Если мы вернемся. Так, шахта работает на полную мощность. Но шахта нам не приносит дохода, потому что мы все золото отправляем к пиратам, дабы выкупить какого-то родственника там, бедного. А, смотри-ка, мы можем менеджеров назначать. Сделаем-ка мы вот здесь, на кукурузе менеджера. Качество работы увеличилось на 30. Эффективность военных зданий, это не то. Это все военные здания. Давай, Леонор сюда. Впихнем. Так, подожди. Вот ради эксперимента посмотрим. Эффективность у них сейчас 66. Что такая маленькая эффективность? Рабочих нету? Вы охренели. Давайте сюда все. О, корона, ты молодец. Посылает 5600 нам в помощь. Я думаю, фазенды построим, потому что наши люди бомжуют. Фазенды у нас может 4 семьи содержать. У нас 53 бездомных. Офигеть. Фазенды. Раз, два, три, четыре. Все, на 4 только хватили. Мое величество, велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу. Окей, хорошо. 5000 бюджет. Продолжаем строить фазенды на деньги его величества. Экспортировали мы. Что, наш остров остакуют пираты? Охренеть. Мы им еще. Леонор Смаривальд. Мои дети. Мы открыли, что если стоять над исследователем сбать. Окей, сейчас не до этого. Пенультиму. Я надеюсь, наши ребята дадут достойно порт. Я готова отдать жизнь, если потребуется. Пиратам. Хотя пиратов 3 отряда. А наш всего один. Я рабочим пофигу, они работают. Вон как улепетывает. Дерешься, как баба. Мы идем за тобой. Это печально. Что-то наш отряд. Наш отряд в попе. 4 из 8 осталось. Все, всех положили. Да вашу жмашу, а. За что мне такие беды? Что он сделал бедное ранчо? Снесли ранчо, к чертой матери. И отправляются сносить плантацию кукурузы. Дворец, надеюсь, не тронут. Жители валят. Валим. Клэренс сваливает. Клэренс у нас, по идее, военный же. А он сваливает. Блин, пираты тоже такие продвинутые, да? С ружьями, смотри. А наш солдат, да, как к пиратам подключился. Пацаны, я с вами, мне надоело. А, нет, сваливает. Так, ладно, пускай они. Мы, видимо, не сможем им противостоять. Специально сценариям так задумано. Революция. Это борьба за свободу. А на свете... Таверну просят построить. Красный пират, черная бороденка, наводит страх на моряков в районе Тропико. Говорят, однажды он станет самым знаменитым из пиратов. Окей. Да, печально. Сейчас мы останемся, уже остались, собственно, без вот этой штуки. Если нам денег не пришлют, то мы будем в попе. Поломали нашу кукурузную ферму. Забирать нечего, разочарованные пираты ушли. Причем по острову, да, они так рассосались в слезах. Тут-то и брать нечего. Могли бы, наоборот, привезти мне что-нибудь. Отличные новости. Мы разобрались в устройстве мушкетов, присланных короной. Ах, как. Не вовремя открылся форт. Да, в принципе, если бы раньше открылся, у меня все равно денег нет. Корона, что ты мне не помогаешь, а? Так, порт, таверну. Вот это надо сначала восстановить. Сейчас деньги будут. Вот пираты, а? Не себе, не людям, главное, да? Брать, говорит, нечего у вас. И хотя его величество находит забавную остальность царя, его королевское величество, величество... Сиди в бюджет, восстанавливаем вот это, восстанавливаем вот это. Ах, подлые пираты. Так, таверна. Что у нас дешевле стоит? Таверна, 588. Можем сделать прямо сейчас. Таверна. Вот здесь, говорят, неплохое место для таверны. Построим здесь. Один порт. Порт сколько у нас стоит? Три 500. А библиотека 5, по-моему, да? Библиотека 5. Тогда в первую очередь порт. Потом библиотеку. Затаверна нам что дадут? Революция. Поддержка революционеров. Хорошо. Так, мы только тысячу экспортировали золото. У нас наверняка здесь где-то еще есть золото. Блин, но я даже разведать не могу его, потому что, опять же, вся проблема в деньгах. Вся проблема в деньгах. Так, построили опять ранчо. А может мне не стоило поднимать им бюджет, потому что, ну, если мы в том времени у людей хотя бы был выбор, да, где работать, там или сям, где больше платят. А здесь уж извините, платят, сколько платят. И работать они будут просто вынуждены. Ну, допустим, давайте на примере этой плантазы посмотрим. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Так, ну, в торговой пути нет. Давай нам революционеров побольше. Правильно же? Не же надо под революционеров плясать. Ага, один из сторонников. А райлисты 61-сторонников. Мне надо больше революционеров на острове. Так, здесь у нас эффективность 78. Ну, в основном из-за рабочего, да, одного? Ну-ка сейчас эффективность 117. 17, красота. Хорошо. И она денежку, да, она приносит потихоньку. Пока еще нет, но будет приносить. Так, 4600. Так, 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 чё, 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 порт, 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 точно, порт. Вот, прям, рядышком. Ай да, дорогу же к нему надо. Хотелось бы поровней, конечно. Но такая сойдет. золото бревна шерсть мясо хорошо когда я в очередной раз костерил исследователь так открыты бригады хорошо мы по-прежнему можем торговать только с с пиратами либо с контрабандистами пока не хочу портить отношения с короной ладно на его величество снизошло вдохнуть так лесопилку еще одну ну в принципе мы можем себе позволить она не так дорого стоит а нет лесопилка лесопилка дорого стоит 7 500 офигеть ладно остается ждать исследование вас завершены при исследования быстрее идут чем деньги у нас казни появляются дать немножко ускорим времечко все сразу забегают быстрее но и кораблик побыстрее нам будет денежку привозить муж корона еще тоже одумается так стоп лесопилка и в принципе пофигу где ставить поставим но пусть здесь вот король предложил большую награду за поимку черной бороденки пока тот не стал слишком опасен окей отправляем члена династии мы в прошлый раз управляли леонор ну давай вот у нас барни немного отстает в развитии опыта а клэренс остается барль клэренс от правильно так и библиотека нам все еще нужно корабль экспортировал во уже на 8000 шикарно да смотри только что они у нас в бюджет никак не попадут сейчас я надеюсь мы в плюс выйдем хотя на начальных этапах я не помню когда я выходил на начальных этапах в плюс то мне надо какое-то производство сумасшедшее его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу давай субсидии мне срочным образом плитного но поменьше надо не библиотеку надо меньше 5000 надо нет зараза растет смотри так опять пират атакует что же вы надоели в ничего против это бедный бедного раньше ты имеете а подожди теперь один отряд дойдет в принципе возможно даже дадим отпор ему так вот здесь надо менеджера назначить барнем у метро ляда отважный командир нашей экспедиции встретил пират и решил ему помочь вместе они разграбили несколько городов до теперь черная бороденка известен под именем черная бородка так эффект 2000 бюджет черендасти перешел на следующий уровень хорошо даже отлично есть у нас денежка чтобы библиотек построить зимой построим вот здесь давайте пацаны валить этих мест и любви пираты только рассмеялись когда мы заговорили с ними о революции думаю это из-за малочисленности нашего флота мои источники сообщают что для пиратов размер флота вопрос статуса чтобы нас воспринимали серьезно нужно больше кораблей построить порт смысле еще один да смотри новое здание порт еще 7500 нам надо еще один порт надо будет забабахать так то выигрывает то проеду поигра и на это давать и любви рады проигрывал этом семья живет она вообще обалдевает а уже все простреливать представлять какие тонкие стенки в этих в этой лачуге давайте пацаны я все что ты можешь за родину так а сладко будем бороться с собой на улице и на берега слава и президента давайте мужики так нашли амур надо отправить 100 наверное менеджером я с удовольствием построил форт но к сожалению пока денежку раз нету благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет так 4000 бюджет давай нам пока нам нужны деньги хотя в принципе мы уже сейчас экспортируем 5000 золото пиратам и надеюсь что этот кошмар кончится с нападением пиратов 6 из 8 почему-то наши слабее ребята ну по крайней мере они защищают ранчо молодцы все разбили пиратов вообще красавцы давайте отправляйтесь на отдых на заслуженный мы изгнали пиратов какой-нибудь бы бонус нам дали что за это вкусная мороженка какой-нибудь его величество испытал огромную радость глядя на костер в его честь ему это так понравилось что он решил разжечь еще больший костер от его величество просто тупой идиот для нового кастра его величество необходимо 10000 до закрывается веры хотят продать их по завышенной цене рейлисты наоборот читают что королью доски надо продавать по цене ниже экспортной допemas слизи цену 20 сейчас по завершений полномочий продлевается на 6 месяцев то есть на год до не менять цену по завершение полномочия продлевать только на 6 месяцев повысить цену полномочий не пробивается усиливать поддержка ваеров блин поддержка ли синеров и хорошо конечно но вот если я снижу цену революционер же от меня не отвернуться правильно тот снизим так вот эти дружки в казался им да это хотя не знаю наверное золотую думу сейчас уже экспорт нём надо было выбрать его величество из поддержку революционеров блин баланс положить о корона послать 7400 отлично корона молодец все таки с короной надо дружить да смотри они помимо того что напрягают иногда они же посылают нам все таки помощь вот и революционеры они не посылают помощь блин что не вижу как вот так вот хорошая хорошая кривизна дороги мне нравится смысле денежную помощь то революционеры нам не посылают так давайте пока деньги есть сделаем еще какую плантацию скажем бананы банан у нас неплохо будет произрастать вот в этом месте прям по моему здесь рядом шахты можно забабахать ничего там не откусывается плантации по моему откусывается тогда извиняйте нет вообще неправильно да надо смотреть по какао кофе вот кофе у нас неплохо будет прям вот здесь рядышком бах черт совсем рядышком выхода к дороге нету а есть даже вот такую вот крут крутецку можно дорогу построить президенты нам пришлось вытерпеть тысячу порезов но мы все-таки изобрели бумагу на ней будет отпечатана сводка важных событий и интервью свар короче издательство открывает понятно что у нас там на повестке дня еще банды пиратов явилась за вашими сокровищами я слышал что если уплатить пиратом небольшую дали невозможно переключиться на другой остров по крайней мере на время цель подкупить пиратов награда последующий год и будет меньше пиратских нападений за 10000 у меня нету таких денег как вам должно быть известно губернатор прибыль от экспорта золота с вашего острова снизилась до минимума пока не будет выплачен весь выкуп за наследника его величества да это нам известно я потянул кое-за какие ниточки при дворе чтобы выхлопотать вам компенсацию побольше за ваши усилия у меня хорошая новость если вы построите маяк цена на золотую руду возрастет окей окей маяк у нас где вот маяк всего лишь один раз строишь и поэтому я не знаю где-то маяк вот 4 800 хорошо до 5000 долг на надо убавить каким-то образом построить маяк 10 тысяч заплатить пиратам да но насколько видим как-то набеги пиратов все более жить че стали так жижа если можно так сказать сначала три отряда пришло потом один отряд пришел благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет так революционеров нам побольше все-таки интересно да вот так двойную игру вести ты вроде и и под властью короны находишься и в то же время революционную поддержку ищешь у недовольных режима его величества и и выбиваешься в итоге в независимое государство ничего потихоньку потихоньку мы сейчас нарастим по моему свою мощь но такой островок мне нравится да здесь какой-то еще такой микроостровок здесь я построю свою резиденцию в будущем какой-то он очень скалистый какой красивый водопад и радуга полин и здесь я построю свою резиденцию вообще круто да смотрим какой то через чур скалистый тут место для строительства толком нету как они нас выигрывали эти из ларо уже сли новости губернатор его величество так разозлился что швырнул гонца любимого пуделя королевы не беспокойтесь собачкой все в порядке а за жизнь гонца борется личный королевский хирург что там за собачка такая была что она пришибла гонца к чертовой матери судно с выкупом так и не пришло по назначению несомненно оно подверглось пиратскому нападению но ужасный пират пират роберт отрицает свою причастность и требует еще больше выкуп на сей раз он угрожает скормить принца грую его величество приказывает вам немедленно найти новые залежи золота цель экспортировать труду в количестве 10 тысяч охренеть да вы офигели что ли так разведайте мне вот эту вот шахту я почему-то уверен что там будет золото хотя их надо было сюда отправить они наверное бы разведывали разведали вот эту территорию всю так 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 маяк 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 мы можем построить прямо сейчас дать подальше от портов построен потому что наши корабли почему-то любят врезаться в маяк не знаю почему такой у них прикол так уже на 7000 экспортируют товары наши корабли это хорошо сколько там плантации то стоят принципе раньше еще можно построить у нас есть мясо по моему и ламу до молоко молоко в принципе везде где угодно можно построить построим здесь вот дорогу к нему уже не построен здесь у нас будет такой сельскохозяйственный уголок здесь будет видимо жилой такой центр без тоже немного промышленности лесозаготовки до библиотеку нас то есть не к селу не городу дожди дорогу может проложить так стройте каранчо так и пока еще денюжки есть плантацию за 2000 можно бабахнуть у нас здесь кукуруза и кофе до банана какао не подходят хлопок в принципе хлопок подходит вот сюда дальше до если продлить ананасы и как-то не очень знаете сахар вот сахара неплохо можем умножиться табачок так сахар 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 давайте сделаем сахар там вот здесь и сделаем а рядом потом табачок что ли сделаем потому что табачок там или что-то в этом роде неплохо там смотрелось может быть плохо то что мы залазим в минус но все-таки нам надо как-то расширять свою империю увеличивать экспорт до будения побольше его бюрократизм он подходит ко всему и облаке и ладно новые указы можем делать хотел бы я указ как он бишь назывался решение на строительство до чтоб нам капало немного денег на швейцарский счет так четвертый уровень у всех должен быть у леонор даже 5 я больше всех ненавижу мне пятый уровень да нормально так рабочие сейчас придут ничего страшного доски что-то медленно экспортируется может еще одну лесопилочку запилить пираты атакуют блин а наши так и не разведали да смотри идут оббиваться от пиратов довольно далеко они они успеют снести нашу лесопилку лагерь лесорубов вернее в принципе пусть сносят мы построим новые недорого стоит насколько я помню пацаны не успели разведать а то местность но 10 тысяч выкупа пиратам я тоже не хочу давать хера блин я здесь еще в долгах как шелках так чё сахарок пошел сахарок по моему пошел а вот теперь пошел раньше в такие времена то есть сахар пользовался большой популярностью экспорт сахара нет по моему наши не успеют мои знакомые контрабандисты предлагают помочь нам в сборе выкупа но только если мы им заплатим как по мне так этот заносчивый принц не заслуживает наших усилий но решать вам нас принудили понимаешь открыт новый торговый маршрут для импорта золотой руды обратите внимание что золотая руда импортируется по нормальной цене если мы воспользуемся этим предложением колония потеряет деньги окей я не очень понял что от меня хотят так ананасы молоко сахар сахар барьёвно-барьёвно доски ну тут нет такого торгового пути чтоб там было золото снесли все таки а корона послает помощь 6700 молодцы и разбежались пираты восстанавливаем чё ж поделаешь так еще одну ферму наверное плантацию вернули да табак не очень что я смотрел ананасы хлопок кукурузы есть кофе есть какао есть бананы есть сахар табак может быть табак но это где-то надо уже ну хотя давайте сюда воткнем пусть будет немного меньше эффективность но все-таки да какой обман подумать только пираты нравились мне своим вольнолюбием оказалось что они тоже подчиняются королю только своему пиратскому склоняться перед королем не ожидал такого от пиратов возможно стоит предложить им поучаствовать в революции и помочь им освободиться от их пиратского короля в любом случае пока все все есть все есть так как есть и надо отправить кого-то к королю пиратов кого отправить члена династии плюс две тысячи в швейцарском банке отправить лорда Оксворда на лечение поддержки революционеров отправить эвиту в васки с дополнительным маршрутом торговой с пиратами нет лорда Оксворда отправим может его там зарежут какого-нибудь другого нам дадут так подожди я отменился моя разведка отменилась идиотизм давайте главное вот сюда вас пошлем такой путь они проделают и разведывают я думаю все три шахты нам так тропика прибыли граждане аж целых 17 человек денежки по придержим потому что вдруг они сейчас разведают нам золотоносную шахту и мы сможем сразу мы лидеры тропиканской нации стремясь окей принимаем конституцию но только когда у нас будет независимость а в общем мы сможем построить шахту но я думаю это все будет уже в следующей серии на этом давайте закончим очередную серию подписывайтесь на канал чтобы не пропустить дальнейшую комментируйте и ставьте большой палец вверх всем желаю всего доброго пока